Всем привет! Это видео о том, как в Unity создать Counter-Strike, точнее, где брать нужные материалы, куда бежать, из чего начинать. Потому что понятно, что шутер должен быть сетевой, и мы рассмотрим, как можно быстро сделать основные моменты этой игры. С вами буду я, Самчук Роман. Это канал ITVDN. Там вы можете найти много еще полезного видео по Unity 3D. Ну и давайте вернемся к теме. О чем будет идти речь? О том, как в течение часа быстро можно поставить двух игроков, чтобы они могли коннектиться друг к дружке. То есть будет у нас сервер и клиент, и могли стрелять один в другого. Потом, конечно, можно над этим сделать больше, ну то есть добавить уже модельки красивые, добавить все остальное. Но наша задача будет сделать основное сетевое взаимодействие. А дальше уже будете смотреть от того, как пожелаете, как захотите, и будете дополнять эту игру. Ну что ж, начнем. Итак, я подготовил некоторые модельки и текстуры, которые мне пригодятся. Вот, приготовил для пола и ящичков текстурки. Потом оружие от первого лица. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Это руки и автомат. Собственно, это вот такой вот payfab, который мы поместим на мейн камеру, и игрок будет стрелять из этого автомата. Ну и, конечно, в стандарт ассет я взял first-person контроллер. То есть, чтобы можно было перемещаться по карте first-person контроллерами, это понятно. Давайте вот что сделаем. Для начала создадим какую-то минимальную нашу сцену. Плейник в ноль поставим. В ноль. Так. Ноль, ноль, ноль. Размер. Пускай пять будет. Есть. Теперь ему сделаем. Так. Сохраним сцену нашу. Сцены надо хранить. Это мейн. И подготовим эту же сцену для нашей сетевой игры. Для сетевого взаимодействия. Значит, создадим еще папку материалы. Так. Эти материалы будут у вас уже готовы. Вы сможете их использовать, когда захотите. Поэтому мы сейчас создадим create материал ground. Это наша земля будет. Я вас сразу drag and drop сюда. Сюда переместим наш ground. Ну, давайте вот тут. Ну, вот такой будет. Ну, что, симпатичный. Ну, у него еще есть нормальный у нас. Поэтому нормальный тоже переместим. Вот. Теперь он похож больше на пол. Я бы еще сделал вот тут вот. Пять и пять. Так. Тейлинг. Должно было сработать. Не сработало. Сейчас проверим. Ой. Не там. А ну. Ну, нормально. Все. Какой-то пол есть. Более-менее симпатичный. Теперь поставим на него пару ящиков. Давайте кубик поставим. Кубик. Вот ящик. Отличный. Добавим на него rigbody. чтобы ящик падал. Создадим материал. Назвем его куб. Ну, для куба значит куб. Я его сразу драгон-дропну. И сделаем ему внешний вид вот такой, наверное. Или вот такой. Сейчас проверим. Какой красивее будет такой оставим. Нормально оставим. Давайте посмотрим. Ну, вот типа такого плана. Можно еще взять и скопировать себе. Я control-d нажму, дубликат сделаю кубиков. Куб 2 будет второй тип. А второму типу мы сделаем другую. вот вот такой. Вот вот такие и такие ящики. Видите, я нормально переместил, он превращался в ящик сразу внятный такой. Вот их и так покопируем, поставим, повернем. Все есть. Сейчас еще. Ну, и, наверное, конечно, надо с них rigidbody сделать кинематик, потому что нам не нужно, чтобы эти ящики двигались. То есть это куски карт, они не должны двигаться будет, потому мы сделаем так. Так, ну да, их тогда опустить надо, потому что если они не будут опущены, то будут висеть в воздухе, это будет не сильно красиво. Ну вот, есть. Тут тоже есть. Ну и тут есть. Хорошо. Все, карта как-то выглядит, мейн камеру я удаляю. И теперь сюда перемещу first person контроллер. First person контроллер. Вот теперь можно запускать и побегать, посмотреть, как это все выглядит. На самом деле, я бы еще, наверное, стены сделал. Вот из этих ящиков. Переместим и сделаем стены. Может быть и не надо, но я очень хочется, то надо. Так, это не то, это не то, это не то. Вот так вот. Даже тут я смотрю, надо где-то делать нам 50. Вот так вот и Y тоже надо делать где-то 5. Даже 6. 7. Так, стена готова. Он просто нашей карте, чтобы не вываливаться за углы. такую. Потому собственно мы делаем стены. Это будут выпадать, будут плакать. Ой, я выпал, что мне делать? На самом деле, просто не надо было лезть на угол карты. Так, тут развернём на 90 градусов. Думаю, на 90 нам должно быть хорошо. Вот есть 90 хорошо. Вот такая себе коробка получилась. Нормально. Вот так вот. Кстати, интересно, почему немножко центр у него сместился. Потому что тут очень чётко 90. Всё, есть. Да, вот тут нормально. Какой-то глюк лентин. Всё, отлично. Я сохранил сцену. Теперь её запущу. Делаю фулл скрином и запущу. Ну, нормально. Вот двигается. Отлично, по сути. Ящики стоят, с ними прятаться можно будет. first person контроллер работает хорошо. Ничего не скажешь. Прыгает, бегает. Что теперь? Ну, теперь давайте сделаем ему пушку. Так как она у нас уже есть. Почему бы и нет? Так, теперь отправляемся к нашим пушкам. Где мой персонажик? Вот он. Со своей камерой. вообще, капсулу его и это капсула. Ну, да, тут человек только друг, а капсулы нет. Сейчас добавим капсулу, потому что надо какой-то внешний вид. Пускай будет хоть какой-то. Капсула это меняем. 0, 0, 0. это и все. Есть. Так, теперь добавляем оружие. Берем наше оружие weapon. Вот оно. Беру его префабчик. Вот мой префабчик. Достаю. Тут еще есть анимации. О, смотрите, какое оно маленькое. Но это не годится никуда. Надо хотя бы в 5 раз увеличить. Это наверное чересчур. ой. Хотя нет, в 5 раз это наверное нормально будет. Так, теперь переместим его first person контроллер. Поставим ему 0, 0, 0. И посмотрим от первого лица как это выглядит. Так, вот, руки вот так нормально, но не сильно. Сейчас. Но приблизительно так. Так, для начала камера не режет. Камера режет это очень плохо. Надо исправить. Для этого надо взять камеру выбрать и не поставить 0. Конечно, 0 не будет, там будет, ну, тут уже видите, автомат не режется, потому что это плохо, да, она режется. Ну, вот так вот, я думаю, будет как раз самое то. да, вот так вот, хорошо. Есть, сохраняем, FPS контроллер, мы назовем плаером, плаером, есть, и теперь сделаем префабчик, нашел плаера еще, create folder, префабs, так, префабс, фабс, есть, ну, и туда переместим нашего плеера, вот так вот, есть, просто потом мы его будем использовать, инстанкетить оттуда, потому, так, ну, давайте посмотрим, так, надо было переместить в камеру, потому что, видите, сейчас такие баги, не в плеера, а в камеру, continue, apply, есть, обновили, теперь должно быть все хорошо, ну, да, все хорошо, на самом деле, автомат можно ближе поставить, ну, вот, я нажимаю выстрел, он немножко движется, но выглядит это уже адекватно и нормально, по сути, автомат потом можно будет заменить, сейчас хочу сделать так, чтобы он стрелял, так, я бегаю, прыгаю, по бокам хожу, хорошо, ну, и стреляю, хорошо, так, для того, чтобы сделать выстрел, я уже подготовил скрипт, сейчас, конечно, мы его подредактируем, shoot helper, я его перенесу на плеера, так, first person мне не надо, я это пока посворачиваю все, ну, и давайте посмотрим, что в этом скрипте написано, что мы можем оставить, что нам не надо, что надо, так, давайте посмотрим, что в этом скрипте написано, основная задача, это когда нажимается кнопка fire, ну, то есть, кнопка мыши левая, да, и начать стрелять, тут есть вот audio source, который play должен сделать, есть аниматор, который должен передать fire, ну, и shooting поставить true, то есть, один выстрел, shoot true, срабатывает, у нас фиксит апдейт, кидается raycast, raycast кидается от текущей позиции forward, вперед, на 50 юнитов, ну, и, собственно, если тег enemy, ну, мне вот это не нравится, мы это сразу закомментируем, ну, и остальное, particle system у нас нету, и hit point, это мы будем использовать капельку позже, вот это все мы удаляем, ну, такой себе одиночный выстрел будет делаться, так, и вот это нам тоже не надо, надо только аниматор, все, тогда impact где-то используется тут или нет, сейчас проверим, так, где-то я скобку удалил лишнюю, не, не удалил, вот я поставил слэшик лишний, это не надо, это не надо, это не надо, это, походу, тоже не надо, тоже не надо, аниматор надо, ну, и particle system, это выстрела должна быть, particle system, я ее убирать не буду, но пока закомментирую, то есть, это имеется ввиду, огонь сдула автомат, ну, и, наверное, в идеале, конечно, этот скрипт переместить, не на игрока, а на автомат, сейчас таки сделаем, remove, возьмем наш автомат, назовем weapon, ну, вот, и на него перенесем shoot helper, тут есть weapon test, это, который был по умолчанию с этим префабчиком, он делает анимацию, видели выстрела, там еще есть анимации в нем, но они запускаются не через аниматор, а через animation, если захотите, можете потом подправить это дело, можете оставить так, как и есть, потому что вы видели, мы нажимаем выстрел, но нормально срабатывает, так, mousse flash, так, выстрела пока у нас нет, я его тоже закомментирую, но оставлю, вы потом его можете переназначить и использовать, я хочу просто сейчас еще добавить line render сюда, вот так вот, просто, чтобы рисовать линию, куда будет лететь пуля, позиционы от 0 будет, да, ну, элемент 1 мы зададим, то есть, line render будем рисовать, материалы, материал надо сделать, create материал, шут, выстрел будет у нас, материал называться, будет красненький, или даже оранжевенький, вот так вот, просто будем рисовать линию, куда идет выстрел, чтобы видеть, есть, но и он, наверное, не должен быть прозрачный, в принципе, должен быть более матовый, weapon, есть, материал его, перенесем, перенесем, ну, давайте, может, попробуем даже порисовать немножко, по Z сейчас на единицу должно рисовать, line render с 0, с 0, ну, вот, да, в принципе, рисует, все хорошо, конечно, да, цвет этот страшненький, надо сделать что-то проще, как будет наш выстрел выглядеть, может, попрозрачнее даже, ну, вот, что-то такое, пускай пока будет, там, посмотрим, есть, ну, понятно, что line render сейчас рисует с координат нулевых сцены, координаты, вот, элемент 1 по Z на единицу, в принципе, это все правильно, потому, тут появилась линия не возле дула, чтобы она появилась возле дула, для начала, она очень широкая, надо ее немножко сделать поменьше, 0,1 пускай будет 0,1, ну, да, вот, нормально, сейчас я полу так выключу, посмотреть, нормальная линия, есть, теперь, эту линию, будем рисовать, конечно, не тут, будем рисовать, возле автомата, но, для начала, что правильно будет сделать, это ее выключить, потому, что плохо будет, если мы появляемся, сразу, а линия, нарисована, возле начала, координат, это как-то, несерьезно, теперь, в shoot helper передадим наш line render, перейдем туда, ну, и тут мы его должны получить, я скажу, мне надо public, line, line render, shoot, line, все, есть, получили, мы знаем, что она изначально сетектив false, правильно, потому, она должна будет показаться на немного времени, ну, а потом ее можно будет выключать спокойно, так, ну, давайте нарисуем ее изначально, включать она будет, когда нажали fire, кнопку, тут shoot true, и мы говорим, line, ой, set active, не, active, active, так, не понял, это у нас line render, компонента надо, enable, enable, true, ну, включим, вот так, enable true, тогда line render появится, ну, и первую линию, которую надо задать line render, это должна быть линия нашего автомата, откуда ведется выстрел, но тут есть нюанс, небольшой, потому что выстрел должен идти от дула, а будет идти, скорее всего, не от дула, потому, создадим еще empty объект, сделаем его вот таким, назовем, shoot line, и его пустим от дула, сейчас я его перемещу, так, чтобы он был там, где надо, потому что линию надо рисовать вот отсюда будет, если это не сделать отсюда, то будет просто некрасиво выглядеть, так, давайте проверим, давайте проверим, давайте проверим, вот так вот, нормально, теперь, shoot line, как gameobject, мы тоже передадим в наш render, хотя даже, нет, не будем, передадим, я думал, тоже переместить shoot helper на него, но не будем, gameobject, так, это gameobject, gameobject, хотя нам даже надо transform, нам не gameobject, надо transform, transform, потому что координаты надо, откуда будет вылетать пуля, ну и вот сюда мы сделаем line render, set, set position, это то, что надо, индекс и позиция, индекс нулевой, потому что это первая точка, позиция, это наша transform, вот так вот, точка, вот позиция, сразу можно, как далеко будет рисоваться, хотя, знаете, наверное, будет правильнее всего вот это дело переместить уже, когда кидается raycast, потому что raycast кинули, хоть оно будет практически мгновенно после update, этот fix it, апдейт вызываться, но потом, чтобы не искать, где, какая линия рисуется, transform position, плюс transform forward, умноженное на 50, я бы даже сделал, это если нету попадения, else, потому что если нету попадения, то понятно, что пуля летит на всю свою длину, но если попадение было, то она к hit point улетит, к точке, куда попала пуля, это первая точка, вот видите, обратите внимание, а вот это нулевая, а потом будет одна из, вторая точка, куда будет рисоваться отрезок, так, есть, ну давайте посмотрим, что из этого у нас получится, что будет рисоваться, собственно, и как выглядит, линия, в принципе, должна замирать, по-хорошему, так, вот, да, потому что мы не драгон-дропнули, то, что надо было драгон-дропнуть, это правда, и нам выругалось, конечно, вот, shoot line и transform, так, transform есть, и line render вот так вот есть, теперь сохраняем и пробуем, так, где-то что-то я не переместил, не драгон-дропну, а, аниматор, аниматора нету на нашем, хорошо, аниматор мы пока тоже закомментируем, у нас там animation компонент, поэтому пока не трогаем, так, что-то она нарисовала не туда, куда надо вообще, и рисует не туда, куда надо, от этой точки, почему-то она думает, что мы смотрим вправо, да, а если мы развернемся, все равно вправо, интересно, очень интересно, а, потому что, все правильно, выстрел, выстрел сейчас, наверное, летит неправильно, из-за этого все проблемы, у нас, transform forward, transform forward, скорее всего, это направо идет, forward, того трансформа, которого должен идти, давайте мы возьмем shoot transform, это будет честно, это как раз будет наше дуло, и должно будет быть все хорошо, хотя тут может быть не forward, сейчас посмотрим, у forward, что у нас написано, blue, видите, вон написано, blue axis, под комментариям, вот, blue axis, мы идем в unity, смотрим, blue, вот, видите, blue axis, значит, это forward, должен быть по нем, и ничего подобного, forward по нем не идет, надо проверить, или все сохранили, что надо, так, интересно, кстати, очень интересно, может, я где-то рисую, не то, что надо, hit point, ну, давайте сделаем, debug log, чтобы было, понятно, что сюда попало, и что именно здесь, произошло, не то, что, рассчитывалось, так, сохраняем, и пробуем, так, синий у меня, как идет, синий был, у вэпена, у камеры, камеры нормально, вэпена нормально, ну, все, пробуем, так, это произошло попадение, потому, что у нас пишется, но, хит произошел, не туда, куда надо, потому, что он просто летел, не туда, куда надо, он летит, почему-то, на 90 градусов, если я не ошибаюсь, вообще вблок, сейчас проверим, да, факт, где 90 градусов, ровно, ну, хорошо, в принципе, не хочет лететь, вот, интересно, кстати, если сейчас возьмем, изменим, не forward, ну, понятно, что, там, up, down, не пойдет, left, right, left, не так, это, right, давайте попробуем, right, интересно, измениться, просто, точка, или не изменится, такой себе, тест, скорее всего, что изменилось, и бьет за нас, значит, если мы возьмем, right, и пишем, вот так вот, это будет left, вот так и есть, left, теперь у нас автомат стреляет, точно, правильно, видите, нормально, конечно, надо, о, интересно, кстати, что это было, только что, так, максимально, ну, правильно, потому что, line render остается, пока линия, потому, потому тут все четко, ничего не скажешь, она должна исчезать, по-хорошему, мы должны сделать так, чтобы она исчезала, через какое-то время, после выстрела, небольшое, это без проблем, это можно сделать, это даже нужно сделать, ну, а потом можно будет поставить, какой-то прицел, в центре экрана, куда ведет наша линия, куда она попадает, да, классно, ворда мне не хватало, как раз, все, хорошо, это отлично, тогда, тогда надо делать, так, чтобы она исчезала, линия наша скрывалась, можно сделать двумя способами, первым, это наш, bull shoot, он, он отрабатывает, и мы сделаем, некую задержку, перед вторым выстрелом, это первый вариант, здесь задержку, перед вторым выстрелом, второй вариант, запустить корутину, которая, через 0,1 секунду, просто вскроет линию, и все, просто вот здесь, вот, сделать такой, старт, старт, картины, назвем, hide, line, control, точка, нажал, она мне сгенерировала, теперь возьму, yield, return, new, wait, for second, ну и 0,1, допустим, 100 миллисекунд, что должно произойти, то должна просто линия выключиться, все, все, это должно быть достаточно, но должно быть работать, ну вот мой выстрел, все нормально работает, хожу, стреляю, линия попадает, исчезает, зато я вижу, куда летит пуля, куда стреляет, идем, надо поставить прицел, в принципе, кстати, можно взять, даже сейчас поставить там прицел, я тогда вот так сделаю, это я пока закомментирую, я хочу просто прицел, пристрелять оружие наше, gameobject, gameobject, ну конечно прицел, UI будет, я имиджу возьму, имидж, ему сюда возьму, имидж, ну допустим, это будет вот так, только очень маленький, 10, в общем, манюсенький, 10, 10, да и скорее всего, сейчас он стоит очень четко по центру, сейчас проверим, наверное, линия моя будет показывать туда, ну, фактически, да, конечно, если ближе, видно, что не туда, то есть ближе, ну да, ну вдали, оно реально в центре, кипит моего прицела, хорошо, сейчас возьму спрайтик прицела, просто и помещу, чтобы это не выглядело так страшно, я взял папочку спрайт, создал, наверное, надо спрайт назвать, потому что мне один спрайт будет, и я им свой прицел сюда перенес, так он выглядит очень, плохо, его просто надо взять, спрайт поставить, ой, он у меня сейчас как текстура, надо спрайт UI 2D, так, и вот он превратился в прицел, нормальный, ну, конечно, его перенести к прицелу, и вообще посмотреть, как это выглядит, его не видно, он очень манюсенький, давайте поставим побольше, 100, будет виден, ого, это сильно, 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 50, 50, наверное, будет самое то, даже и то много, 30, ну, 30, по-моему, самое то, хотя он прозрачненький, такой, сейчас надо посмотреть, прозрачностью все нормально, а, да, это же я забыл, вот сейчас будет хорошо, потому что у нас сейчас не стоит, сейчас, запустим, нормально, но фактически попадает в цель, и же там надо бы еще разброс поделать, но мы пока разброс делать не будем, пока оставим так, как есть, хорошо, вот это сделали, теперь надо, что, теперь надо приступать к созданию сети, ну, то есть мы подготовили нашу игру, как-то, мы даже сейчас, вот, один важный момент, где мои материалы, ну, плеера покрасим, да, добавим ему цвет, он будет у нас зеленый, синий, он будет контртеррорист, собственно, контртеррорист капсула, она должна быть синяя, ну, это понятно, но не может быть просто другого цвета, вот, все, это настоящий контртеррорист капсула, все отлично, этого покрасили, теперь мы из этого плеера делаем, так, сейчас посмотрим, все, хорошо, понеслась, теперь занимаемся сетью, так, еще некоторые моменты, приведем в порядок, нашу карту, назовем это map, map, и туда перенесем все, чтобы нам ничего не мешало, все, сразу создаю, называю его network, network, конечно, это будет мой главный компонент, который отвечает за network, и мне надо найти сейчас network manager, вот он мне нужен, даже давайте это так и назовем, чтобы не искать, вот network manager, первое, что он хочет, цену оффлайн, цену онлайн, сейчас мы ему сделаем онлайн, оффлайн цену, для того, чтобы ему туда переместить цену, она должна быть вот здесь добавлена, потому я зашел, в build settings, делаю это, все, теперь она есть, в противном случае, просто она не добавится, и не будете знать почему, это у меня и оффлайн, и онлайн, сцена, есть, теперь надо сделать игрока, prefab игрока, конечно, у меня есть prefab игрока, но есть нюанс тоже, он негодный, потому что на нем нету network identity, это как бы уникальный идентификатор, network identity, local player of sority, надо поставить, зачем это ставить, потому что над этим игроком, управлять им будет непосредственно, тот игрок, который спровоцировал его instantiate, то есть не сервер, если я приконнектился, ну в этой модели есть свои минусы, есть свои плюсы, тот кто управляет, у того не будет лагать, это основной плюс, так, потому мы галочку ставим по-любому, конечно, мы берем, ставим apply, нам надо обновить prefab, prefab обновился, отсюда его можно просто удалять, после этого, он на сцене уже не нужен, так, network info, ну у меня запускается на local хосте, порт семерочки, подойдет, подойдет, player prefab, беру плеера, и сюда его переношу, в player prefab, есть, все, player prefab зарегистрирован, отлично, теперь надо сделать так, чтобы этот prefab где-то на сцене появлялся в каких-то более-менее внятных местах, не по центру сцены, потому я создам, старт позиция, назову, и есть такой компонент в нетворке, который называется network start position, сейчас я его найду, надеюсь, вот, есть network start position, так, сделаем ему какой-то внешний вид, вменяемый, вот такой хотя бы, так, двигайся, друг, 0, 0, 0, ага, так, так, давайте 1 будет, c, v, не понял, start position, c, v, вот, ну, точки появления, c, v, 2, v, еще одну, 3, все, появились, отлично, и еще важный момент, так как network manager, надо как-то управлять, есть такой debug, компонент, network hood, это появятся кнопочки, ui-ны страшные, в ноль страшные кнопочки, но, они нужны, смотрите, еще такая штука, когда у меня main camera нету, сейчас ее нету, у меня, видите, что пишет, типа, на сцене нету камеры, давайте добавим, потом она, конечно, будет перезаписана, может быть, а может она и не нужна, ну, сейчас добавим, мы добавим камеру, мы добавим камеру, вот так вот, мы ее нагнем, на сцену, вот так вот, еще поднимем, вот так вот, все отлично, просто сделали массу полезностей, но теперь мы ей поставим, что у нее, так, для начала, dips, у нее, минус 5, то есть, она второстепенная, только появится новая камера, она должна будет ее перехватить на себя, так, ну, давайте запустим, посмотрим, что это такое будет вообще, запустили, вот, как я и говорил, на network hood появились страшные кнопочки, сейчас, что делаем, мы сервер, ламхоз делаем, хоп, появились, нормально, пишет, что на сцене два аудиолиста, это мне не нравится, потому сейчас я это просто пофикшу, как это фиксится, берется, main camera, наша камера, и на ней удаляется аудиолистом, потому что он тут не нужен, но не забудьте, если вы будете делать игру со звуком, и вот у вас игровой камеры не будет, а тут будет, не будет аудиолистом, на то звука, в принципе, на сцене не будет, это типа нормально, потому с удалением аудиолистом, и с дублированием, надо быть аккуратным, по сути, что сейчас произошло, плеер законнектился, хорошо, значит, если мы делаем билд, должен появиться второй плеер, давайте сделаем билд, и тут мы назовем клиент, надо сделать так, чтобы появлялся и второй, да, сейчас так и будет, будем смотреть, как это выглядит, так, пока билдится, у нас сейчас, что должно появиться, второй игрок, когда он, при коннектится, то есть, при фаб второго игрока, конечно, когда он будет ходить, то ничего меняться не будет, хорошего, ничего меняться не будет, потому что он должен, просто будет, двигаться только локально, запускаем, виндовоид, да, давай виндовоид, так, первый пошел, ты будешь сервером, на локал хосте, hello, ну, выглядит оно, даже я вам скажу, о, вау, все криво, круто, интересно, почему так, очень не криво, тут криво, о, это такое, вот блин, ладно, интересно, тут не криво, тут не криво, тут криво, это бага, а, нет, это не бага, тю, это когда я в небо стреляю, то криво, потому что там нету точки, да, это все крайне, точки нету, потому что есть точка, тут форвард, и вообще тут не то, что надо написано, потому что надо писать то, что надо, не то, что не надо, вот так вот, по идее, должно быть, Тогда будет пуля лететь куда надо Если в небо Если в небо, она должна в небо лететь Так, что мой плеер? Он приконнекченный То есть он сейчас серый, он не приконнекченный А вот этот должен приконнектиться Запускаем Land client я нажимаю И вот мой друг сбоку тут стоит Конечно, когда я нажимаю выстрел Понятно, что он сейчас у двоих работает И ходят два одновременно Потому что что Кстати, вот это еще интересно Потому что Управление я пока не редачил Надо бы поредачить Но ходят, хорошо Главное было, что они приконнектились Потому что не ходят, ради бог Теперь, что надо Сделать, чтобы управление Стало нормальным Сейчас мы этими займемся Так, есть Нормальное управление Берем наш плеер Прифап и смотрим, кто у него отвечает за управление Конечно, это наш First person controller Он отвечает за управление Это не секрет Значит, мы должны идти в него Тут миллион кода Первое, что надо сделать Это его Нет, моно Бехевера Нетворк Бехевера Нетворк Бехевера Надо наследовать Нажать Control точку И подключить Пространство Нетворки Подключили Теперь Надо разделить Немножко его логику Если это Local player То Собственно Работать Если это не Local player То игнорировать Все Потому Мы так и сделаем Ну Скажем If Is Local player Вот Это как раз таки Наша Если не Local player То return Делать Это как раз Наша Галочка Из Local player Это она Fixed update Тоже Точно так же Если не Local player Вообще Игнорировать Что тут у нас Но эти методы Они вызываются С апдейтов Я так понимаю Потому что Это Методы И по идее Вот этими Двумя Штучками Мы должны были В себе Все сделать Хорошо Сейчас Можно проверить Это легко Нажать Control Б Сразу Должна будет Запуститься Из Белдиться Мне не нравится Почему Сохранились Сохранились Вроде Ну Значит Все Хорошо Так Давай Ты будешь У нас Сервером Теперь Тебя Ты будешь У нас Клиентом Давай Походим Посмотрим Видите Ходит Одна Капсулка Тогда Ходило Обе Сейчас Ходит Одна Это нормально Ну Так и должно Быть Конечно Она стреляет Второй Плеер Не видит Как она Стреляет Второй Плеер Даже Сейчас Кстати Почему Он С собой Не Ходит Это Очень Плохо Неужели Он Ходит Сейчас С Главным Игроком А ну Сейчас Проверим Это Недопустимо А Но Он Он Вообще Не Должен Ходить Но Это Так Хотя Вот Это Должен Ходить Сейчас Проверим Так Давайте Так Значит Сделаем Для Начала Ты будешь Теперь Сервером Из Локал Плеер Ты Будешь Клиентом Так Что У нас Клиент Клиент Ходит Отлично Сервер Не Ходит Совсем Это Плохо Может Он За Клиента Ходит Проверим Да Ходит За Клиента Надо Проверить Что Где То Я Налажал А Хотя Подождите Это Может Быть Нигде Ты Налажал Все Правильно Важный Момент У нас Две Камеры Какая Камера Будет Главная Вот У нас Появляются Две Камеры Получается Что Одна Из Камер По Любому Будет Главное Надо Выключать Вторую Камеру Выключать Вторую Камеру Как Мы Будем Вот Так У нас Уже Есть Доступ Должен Быть По Сути Вот Тут Доступ Камеры Камеры Давайте Посмотрим Камера Есть Камера Есть Камера Вот Она И мы Должны Сделать Так В старте После Должны Проверить И В Локал Плеер True Ой False Точнее То Камера Не Нужна На Этом Ее Вообще Можно Дестроить Хотя В ней У нас Пушка Находится Это Очень Плохо Если Мы Задестроим Но Тем Не Ее Надо Дестроить По Любому Потому Что Ну Не Годится Или Или Поставить Ей Vision Другой Это Тоже Вариант Кстати Минус Какой То Вот Так Сделать Де Равно Минус 6 Все Давайте Посмотрим Вообще В идеале Должна Достроиться Камера И Туда Ставится Аватар Какого То Персонаж Который Должен Будет Стрелять Ну То Есть Модель Который 3D Модель Который Себя Я Буду Видеть Только Руки А Врага Я Буду Видеть 3D Модель Но Сейчас Мы Этим Заморачиваться Не Будем Потому Придется Сделать Так Lan Хост Есть Теперь Давай Game Второй Запустили Клайн Есть Клайн Ходил И Ходит Сервер Не Ходил И Не Ходит Так Что У нас С Камерами Давайте Проверим Тут Камера 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 Это Недопустимо Потому Пока Так Теперь Префаб Надо Немножко Подредачить Чтобы Не Было Майн Камер Там Где Их Не Должно Быть Камера First Person Камера Так Теперь Это Дело Все Аплайм Ну И Все Префаб Обновили Теперь Ctrl B Делаем Посмотрим Как Это Работать Будет Так Это Наш Клайн Это Наш Будет Сервер Сервер Запустили Походили Клайн Приконнектились Покрутились Походили Нормально Пока Координаты Не Синхронизируются Так Что Клайн У нас Подвигался Ой Ой Сервер У нас Подвигался Ну И Видно Что Они Не Синхронизируются Потому Неправильно Стоят Давайте Теперь Сделаем Так Чтобы Они Синхронизировались Это Сделать Не Сложно Мы Возьмем Наш Префаб И Добавим Сюда Такую Штуку Которая Network Это Компонента Network Transform Синхронизация Обратите Внимание Важно Будет Сначала Через Rigid Body 3D Ну И Можно Увеличить SendRate Ну Потому Что Это Плеер Потому SendRate Можно Увеличить Ну Собственно Это Все Что Надо Было Добавить Сейчас Посмотрим Как Это Все Работать Аплай Сделаем Плеера Удалим Сохраним Так Это Надо Закрыть Ctrl B Надо Еще Аудиолист Выключить Второй Камер Так Первый Пошел Я бы Даже Наверное Взял Б Билд Еще Один Вот Запустил Посмотрел Посмотрел Вот Так Ты Будешь Сервер Ты Будешь Клайент Ну Сейчас Мы Должны Дойти А ну Переключимся Вон он Идет Видите И мы Идем К нему Развернемся О Даже Он Стреляет В нас Тут Все Хорошо Давайте Подойдем Посмотрим На Нашего Союзника Ой Ага Вот Где ты Отошел Подошел Так Очень Очень Лагает Это Очень Плохо Но Сейчас Мы Это Подправим А Нет Это Наверное Не Лагает Это Бэкграунд Процент Надо Из Бэкграунд Разрешить Сейчас Мы Так И Сделаем Так Для Начала Аудиолист Выключим Потому Что Лагать Оно Не Должно Не Будет Лагать Мейн Камеры Там Где Минус 6 Get Компонент Get Компонент Audio Лист Да Enable Enable False Все Есть И Теперь Вот Что Мы Сделаем Возьмем Тут Начистим Консоль Наш Разрешим Background Application Up Application Is Background Background Где Наш Background Нет 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 Сейчас Run In Background True Все Это Нам Надо Сделать Сейчас Проверим Должно Все Синхронизироваться Отлично Без проблем Вообще Каких Либо Грузим Запускаем Есть Первый Пошел Второго Запускаем Разносим 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 Их Ну и Что Первый Пошел Ты Сервер Ты Client Давай Походи Мы тебя Посмотрим Сейчас Выйти Должны Так Нет Это Что-то Синхронизация Очень Плохо Потому Что Это Не Дело Совсем Не Дело Понятно Выстрел Мы Должны Еще Сделать Так Чтобы Было Хорошо Так Отлично Значит Так Не Покатит Посмотрим Все Ли Мы Правильно Перенесли Network Transform Синхронизация Через Rigid Бадди Да Должен Работать Для начала Проверим У нас Rigid Бадди Есть Rigid Бадди Есть Сто Синхронизация Кинематик Такое Конечно Происходит Это Может Быть Что Там Еще Синхронизация Трешку Да Так Так Ну Вроде бы Все Нормально Вроде бы Все Нормально На самом деле Очень Интересно Потому Что Я Все Время Делал Через Rigid Бадди Оно Отлично Работало А Сейчас Оно В крайне Работает Потому Давайте Поставим На Синх Трансформ Это Может Быть Связано Конечно С Новой Версией Обновили Опять Network Водиджет И пошла Жара Через Трансформ Раньше Но Не сильно Хорошо Работалось И посмотрим Как Сейчас Так Это Будет Сервер Это Будет Клайн Оно Тер Через Трансформ Работает Отлично Видите Входит Сейчас Подойду К Персонажеку Вот Плавненько И Очень Очень Хорошо Углы Ну Значит Будем Деть Через Трансформ Да И вот Он Вращается Отошел Попрыгал Да И прыгает Отлично Ну Все Окей То есть Connect Есть Это Есть Теперь Что Надо Делать Выстрелы Надо Делать Выстрелы Так Выстрелы У нас Будет Проходить Через First Person Контроллер Наверное Тоже В идеале Мы сюда Передадим Наш Шот И Будем Отсюда Стрелять Это Наверное Правильнее Всего Будет Сделать Наш Автомат Точнее Ну И Конечно Попадение Будем Чекать И Если Попадение Будет Происходить Давайте Сделаем Так Чтобы Падали Какие То Там Шарики Давайте Сделаем Префаб Типа Кров Так Шар Шар Это Будет Блад Так Где Мой Материал Материал Креет Материал Просто Чтобы Попадение Чека Будет Префаб Кровить Типа Префаб Чек Такое Попадение 02 ВВ Есть Я Вот так И Назову Плат Так Есть И Красный Цвет Так И Теперь Его Возьму Драген А Все Как Префаб Я Драгендроп Мои Префаб Все Подойдет Готово Теперь По поводу Файр И Выстрела Как Лучше Это Сделать Берем Наш Автомат У Нас На Нем Вроде Б Этот Скрип Лежит Который Отвечает Шар Есть Файр Баттон Ну В идеале Конечно Тут Можно Сделать Из Локал Плееров Ссорите Бла 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 Но Сюда Цеплять Network Identity Смысла Нет Это Очень Глупо Значит Мы Сделаем РМ Сейчас Control РМ Мы Люди Так Ладно Что Такое Значит Не Сделаем Напишем Public Void Fire Вот Это Будет Метод Отвечать За Выстрел Это Вполне Нормально Правильно Сюда Мы Перенесем Просто Логику Которая Отвечает За Выстрел Так Вот Эту Штуку Мы Сюда Вырежем И Перейдем В Person Контроллер В Его Update И Здесь Сделаем Если Это Плеер Наш Будем Чекать Баттны Ну и Соответственно Конечно Он Будет Искать Вот Этот Хелпер Он У нас Где-то В Чилдернах Находится Мы Его Значит И Получим Из Чилдернах Так Ты Присвоить Get Компонент In Children Shot Helper Есть Ну и Теперь Вот тут Вот Мы Возьмем Сделаем Fire То есть Перенесли Просто В Наш Character Ну не Чар Тож First Person Controller Чтобы Оттуда Вызывать Fire Это Нормально Теперь Будет Каждый Стрелять По Очереди Ну То есть Каждый Будет Со Своего Автомата Должен Стрелять Ну Давайте Проверим Сейчас Это Должен Стрелять Со Своего Без Никаких Но Референс Но Он Стреляет Все Отлично Но Есть Такой Момент Когда Он Выстрелил Конечно Но Это Нормально Что Он Стреляет Да Когда Он Выстрелил Надо Быть Делать Кстати Откуда Тут А Я Поставил Вот Надо Бы Как То Чекать Попадение Надо Чекать Попадение Попадение Можно Чекать Разными Способами Но Как Правило В нашем Случай Этим Будет Заниматься Тот Кто И Выстрелил Так И Вот Мне Чего То Очень Не Нравится Что У нас Теперь Шут Келпер Находится На Автомате Они На Том Объекте Где Network Identity И Наверное Мы Сделаем Так Что Его Перенесем На Этот Элемент Те Network Identity Шут Helper Наш Потому Что Сейчас В Network Надо Будет РПЦ Писать Ну Ромов Процедур И Получается Что У нас Это Дело На Автомате Висит Я Просто Возьму Вот Так Вот Вырежу Копи Компонент Там По сути Мы Все Передали Что Надо Было Сюда Его Ставим Пейс Компонент Сюда Удалим Так Лайн Рендер Там Тот Который Надо Есть Тест Хорошо Так И вот Так Как Он Сюда Попал Сейчас Проверим Теперь Можно Писать Что Он Network Net Work Behavior И Подключать Unity Networking Потому Что Мне Тут Надо В Данном Случа Network Behavior Когда Этот Выстрел Произойдет И Тут Можно Не Children Делать А Get Компонент Просто Так Давайте Проверим Чтобы Оно Работало Мы Просто Всем Игрокам Будем Говорить Вот Так Не Работает Потому Что Да Ладно Серьезно А Да Наверное Не Нашло Потому Что Я Не В Префак И Только С Этим Могу Связывать Я Перенес В Нервное Префак Она Не Нашла Конечно Так Выстрелы Есть Все Отлично Теперь Надо Чтобы Когда Один Игрок Выстрелил Он Передал Всем Остальным То Что Он Выстрелил Как Это Должно Происходить Вот Плеер Сказал Я Fire Сделал И дальше Оно Линию Рисовать Надо Чтобы У Всех Рисовалась Линия Причем По Правильным Этим Координатам Именно У него Потому Мы Возьмем И Сделаем РПЦ Метод Метод Который Вызовется У Всех Паблик Воит РПЦ Драв Лайн А Есть Такой Момент Сначала Надо Вызвать CMD Command То Сначала Мы Вызываем Command Метод На Сервере На Том Игроке Который Отвечает За Сервер А Он Потом У Всех Вызывает Вот Этот Выстрел Так CMD Мы Просим Сервер Вызови У себя Это Он Вызывает А Потом РПЦ То есть Вот Этот Метод Он Вызовется Только На Сервере А Сейчас Мы Еще Один Напишем Который Вызовется У Всех Клиентов Всех Кто Участвует Это РПЦ РПЦ Методы В данном Случае Могут Вызывать Только Сервер Поэтому Приходится Писать Так CMD И потом РПЦ Вызывается Ну и Все Ну ладно Надо Написать Вот тут РПЦ РПЦ Клайн РПЦ Атрибут По-любому А тут Команд Все Теперь Мы Закончили С основным Тут Вызовем DrawLine И Потом Давайте Это Дорисовать Будем Там Где Вызвали Вот Тут Раз Два Причем Мы Не Знаем Да Мы HitPoint Сюда Передадим Точку Куда Надо Нарисовать И Вот Так Вот Сейчас Я Объясню Что Тут Нужно Произойти Так Вектор Вектор Три Position Это Position Так Это Мы Сюда Вставляем Ой Ну Не Так Вот Так Вот И Вот Так Вот И Вот Так Что Должно Произойти Клиент На котором Произошел Выстрел Он Должен Сказать Сервер Я Хочу Нарисовать Линию Вот Тут И Вызвать На сервере Вот Эту Вот Этот Метод На клиенте То есть Который За сервер Будет Отвечать Ну На сервере Будем Говорить А сервер Должен Сказать Все Клиенты Вообще Все Кто Вы Вызовите Этот Метод И Передаст Туда Вот Этот Параметр Собственно Вызовется Этот Метод И Нарисует Линию Всех Для Начала Он Должен Работать Хорошо У себя Потому Мы Проверим Чтобы Линия В принципе Рисовалась Потом Будем Уже Проверять Дальше Линия Рисуется Хорошо А как Линия Рисуется Если Все Честно Делать Сейчас Запустим Посмотрим Так Ладно Первый Пошел Второй Пошел Первый Пошел Ты Клиент Второй Пошел Ну 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 Неужели Она Не Рисуется Потому Что По Сути Должна Была Быть Видна Вот Я Вышел Так Не Рисуется Проверим На Семь Нет Этот Есть Этот То Есть Выстрел Происходит РПЦ Надо Проверить Вызывается Леон Или Не Вызывается Так Наш РПЦ Ну Что Понятно Какая Линия Должна Быть Делаем Дебаг Лог Лайн РПЦ Должен Вызваться И ПОЗИШН Должен Был Присыл Собственно Позишн Куда Попал Потому Запустим Сначала Клиент Точнее Это Будет Наш Сервер Вот Это Будет Наш Клиент Так Я Сервер Запустил Теперь Запустил Клиент Теперь Когда Нажал Вот РПЦ Дролайн Вызвался То есть Все Хорошо Вызывается Почему Он Не Рисуется Где Надо Это Интересный Вопрос Потому Что Римол Процедур У всех Вызвался Это Нормально Так Небо Рисует И Вот Даже Говорит Да Я Вызываю Все Хорошо Может Быть Там Что То С Координатами Не То Проверить Нет Вроде То Все Что Надо Вроде Все Нормально На самом деле Все Честно Линия Не Рисует Потому Что Она В Файере 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 А Там Где Рисовать Ну И Конечно Скрыть Линию Скорее Все Будем Вызывать Тоже В этом РПЦ Потом В Файере Скрывать Не Будем Так Энэйбл Лайн Сделаем Запускаем Сейчас Должно Быть Лучик Куда Идет Выстрел Это Будет Правильно Так Первый Пошел Второй Пошел Ты Сервер Ты Клиент Давай Постреляй К серверу Клиент Ну Вот Где-то Здесь Должна А Вот Линия Видите Все Хорошо То есть Линия Выстрела Видна Это Очень Отлично Давайте Мы Свою Нарисуем И Попал Попал Как Как Первый Вариант Или Точка В Кого Попали Тоже Вариант Так Ладно У нас Тут Произошел Хит Мы Можем Взять Сделать Два Варианта Конечно Реализация Но По-любому Надо Ити К серверу И просить Его Про Попадение Это Уже Не Дравлайн Это Уже Наш Хит Можно Передать Объект Которым Попали Если В нем Есть Network Identity Можно Передавать Network Identity То есть Я могу Взять Здесь Написать Network Network Identity Target И Передам Его Сюда Собственно Сюда Я Должен Буду Спросить Если Поп Hit Точка Game Общик Есть А коллайдер У нас Есть Вот Коллайдер Get Компонент Network Identity Нет Скорее Всего Это Плеер Потому Что У нас Такого Плееров Network Identity И Передать Его Сюда Придет Network Identity Можно По РПЦ Ну Вообще Что Должны Там Отбавляться Хелс Но Мы Хотим Рисовать Шарик Хотим Рисовать Шарик На Месте Где Произошло Попадение Я Будь Сделал Так Чтобы Шарик Выпадал Допустим Брал И Выпадал Это Было Было Прикольно Потому Нам Надо Две Точки Первая В Кого Попали Вторая Что Попали Собственно Куда Попали Давайте Так Виктор Поз Кого Попали И Потом Вызываем У Все Говорим Ребята У Этого Чувака Попали Давайте Просто Тут Сервер Выступает В Роли Передачи Просто То есть Помощь Передача Вообще Он Может Валидировать Тут Можно Поставить Валидацию Типа Проверить Там А Это Действительно Игрок Находился Там Не Надо Или Это Читерство Так Тоже Можно Тоже Вариант Ну И Все И Вот Это У Всех Вызовется И Мы Тут За Инстантий Шарик Просто Я Специально Сюда Передал Таргет Он Пригодится Может Но В данном Случае Мне Надо Только Position Потому Что Я Хочу Тут Crow Инстантий Паблик Паблик GameObject Поэтому Я Могу Вот Так Вот Делать GameObject Гором Но Инстантийт Вот Этот Там Две Секунды Все Нормально Теперь Что Осталось Shoot Helper Передать Просто Блат Prefag Чтобы Он Там Был Взять Свой Shoot Helper Ему Shoot Helper Так Вот Его Взять Теперь Найти Нет Не хочу Пока Ломать Его Шуш Шот 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 Ищем 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 Где Я Его Оставил Где Его А Я Шо На Плеере Хранил Точно Влад Prefab Вот Ты Будешь Тут Будешь Все Теперь Тебя Обновляем Не Закрываем Ну И Тестируем Это Все Дело Давайте Control B Должен Инстантийтиться При Попадении Так Кстати Opposition Ой Ой Не Нельзя Надо Position Transform Position Присвоить Position Ну Точка Где Попали Давайте 5 секунд Этот шарик Будет Там Храниться Все Чтобы Мы Его Увидели Давайте Запустим Там Можно Делать Чтобы Отбавлялись Хелсин Красивую Кровь Поставить Ну Наша Задача Была Просто Потрекать Попадение Можете Полану Потом Это Сбилдить Посмотреть С друзьями Как Оно Работает Так Первый Пошел Второй Пошел Так Ищем Нашу Цель Нашли Нашу Цель Навелись Тынь 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 Где Наши Кружочки Не Вижу Кружок Ой Ой Мы Прострелим Насквусь Кстати Интересно По идее Так Это Наш Клиент Вызывает Давайте Посмотрим А этот Вызывает Это Сервер Так Не Инстантийте Значит Не Вызывается Метод Тут Все Просто Надо Просто Зайти И Посмотреть Все Там Вызывается Нормально Ой Или Не Вызывается Ничего Ненормально Так Black Prefab GameObject RPC Hit Command Client RPC Command Тут Все Хорошо Это Вызывается Если На Коллайдере Есть Network Identity Есть Такая Вероятность Что На Нашем Коллайдере Которые Попали Нет Network Identity В Том Случае Потому Что Надо Бы У Плеера Сделать Коллайдер Капсул Коллайдер Вот Ну И Этот Коллайдер Надо Быть Сделать Побольше Радиуса 7 И 1 И 2 Допустим 1 3 И 1 5 Даже Можно 1 И 7 Ставить Ну Просто Чтобы Был Конечно Коллайдер Потому Что В 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 Не Оно Не Нашло На Турк Идентики Ну И Конечно Ничего Не Произошло Так Все Мы Обновили Запускаем Сейчас Посмотрим Так И Гейм Запускаем Наш Запускаем Лан Запустили Тут Тоже Приконептились Ну Пошли Ставить Наши Выстрелы Так Это Плохо Потому Что У меня Фокус Сбился А Вон Появляются Видите Попадение Кружочек Появился Вон Там Где Попадение Произошло Красненький Давайте Тут Постой Так Что Но Мне Так Компьютер Проседает Когда Сбил Джин Она Хорошо Вот Видите И Попала Там Где Точка Обстреляли Чувака В общем Там Можно Кров Делать Собственно Попадение Есть Поэтому Все Отлично Попадение Есть Давайте Теперь Сделаем Так Чтобы Наш Выстрел Просто Исчезал Да Ну Включим Мы Уже Это Делали Просто Чтобы Он Исчезал После Тока Вызовется У всех И Исчезнет Так Ну Что Билдаем И запускаем Билдаем Раз Запускаем Раз Запускаем Два Плеер Пошел Плеер Пошел Разнесли Лан Запустили Лан Запустили Вон Он Негодяй Надо Обстрелять Видите Прикольно Так Получается На 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 Ой Я Нечаянно Кликнул По Юнитям Этот Разворачивается Ничего себе Ты Меня Обстрелял Я Тебя Тоже Обстреляю На 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 Ну Так Симпотненько Выглядит Друг Обстрелят Видите Сейчас Будет Цирк На 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 Видите О Прям В лицо Обстрелял Вот Вот так Вот оно Собственно И выглядит Ну Все Основное Мы сделали То есть Как наш Counter Strike Будет Выглядит Вы Поняли Конечно Тут Можно Добавлять Дай Боже Потому Мое Дело Было Вам Показать Основное Чтобы Вы знали Как Это Синхронизация Работает Как Там Выстрелы Передать Передать Хит Передать Ходьбу Оружие Поставить А дальше Уже Ваша Фантазия Как Вы Ее Кастомизируете Зависит От Вас Исключительно То есть Свою Свою Часть Я Выполнил Всем Спасибо За Внимание До Встреч Всем Пока